В 2017 году Министерство благосостояния запустило проект под названием «Маленькие мгновения имеют большое значение». В рамках этого проекта был создан буклет, в котором обобщили тысячу советов, как родителям провести свободное время со своим ребенком. Дагубовская средняя школа-центра подхватила идею Министерства и организовала свою встречу с родителями, чтобы они могли лично поделиться друг с другом опытом в воспитании детей. В 2018 год наше правительство объявило годом семьи, также вы все знаете, что в нашей школе грядут большие перемены не только в учебной части, а также и в плане воспитания. Одним из важных ключевых моментов в жизни школы является сотрудничество с родителями, поэтому мы считаем, что родителям надо участвовать не только в воспитании ребенка, но и участвовать также в жизни школы. Путешествия, занятия спортом, совместные праздники, прогулки – это лишь небольшая часть идей, чем занять ребенка в свободное время. И даже подготовка домашних заданий – это тоже возможность совместного времяпрепровождения, считает семья Филипповых. Это позволяет нам какое-то свое время уделить внимание деткам, помочь, разобраться, открывать новые горизонты. В семье Филипповых воспитывается двое детей. Старшая Алиса в этом году пошла в первый класс и уже выступает на школьной сцене. Именно таким, как Алиса, и предстоит испытать все новшества запланированной школьной реформы. Александр Иванцов, отец двух старшеклассниц, уже практически на финишной прямой 12-летней школьной жизни. И на его взгляд, при любых нововведениях следует учитывать мнение родителей. И не только на уровне школы, но и государства. Если учитывать мнение родителей и детей и не зацикливаться на некоторых политических, внутриполитических, внутригосударственных вещах, можно получить больше и лучший результат. И понимание со стороны общества. В том числе и со стороны общества русскоговорящего, ну то есть, скажем так, некоренных народов. Сейчас много говорят о том, что дети изменились, поэтому надо менять методы преподавания, содержание программ. Однако, по словам классного руководителя с многолетним стажем, главное правило воспитания неизменно. Воспитывать детей, как и раньше, так и сейчас, всегда нужно в любви. Это главный секрет. Остальное – это уже методика. На основе при любых методиках, при любых реформах – это любовь и желание дать ребенку надежную основу, чтобы он смог чувствовать себя надежно, чтобы смог найти себя, реализовать свои возможности. Родители, принявшие участие в вечере, рассказали, что для них значит семья, в очередной раз подтвердив слова Льва Николаевича Толстого о том, что все счастливые семьи похожи друг на друга.